Один из древнейших способов узнать свою судьбу – сделать расклад на картах Таро. Впрочем, Таро подходит не только для раскладов, но и для медитаций, и для быстрых ответов на вопросы с помощью одной карты. Известно более тысячи видов Таро, и еще столько же неизвестно, поскольку рисунки на картах – авторское видение арканов, а Тарологи порой и вовсе сами рисуют свои колоды. Энтон Пепеп. Основное правило при выборе Таро – слушать свои ощущения. Говорят, что вы почувствуете вашу колоду сразу же, как возьмете ее в руки. От нее может повеять теплом или холодом, а может она просто настолько удобно ляжет вам в руку, что с ней не захочется расставаться. Важно иметь в виду, что карты чаще всего продаются запакованными, поэтому перед покупкой лучше найти в сети изображение выбранной колоды и посмотреть, насколько близки вам рисунки, понимаете. Ли вы их символику, комфортно ли смотреть на них? Бытует мнение, что покупать нужно исключительно энергетически чистую колоду, то есть, ту, которую никто не открывал. Однако опытные Тарологи говорят, что самое главное – почувствовать контакт со своей колодой, и если с ней комфортно, если она нравится, то отсутствие упаковки не должно становиться преградой. Если колода зовет, но коробит то, что неизвестно количество людей, которые ее рассматривали, можно после покупки просто почистить ее энергетику. Купить Таро можно как в магазине, специализирующемся на продаже эзотерических товаров, так и в онлайн-магазинах. Не стоит покупать свою колоду в книжном магазине или в распечате, от качества карт будет зависеть время, которое они прослужат, а в киосках могут и вовсе попасться бракованные колоды. При покупке желательно убедиться, не смазывается ли краска с карт, качественное ли покрытие, и все ли арканы на месте, должно быть 56 младших арканов и 22 старших. Перед покупкой первых Таро нужно знать, что каждая колода принадлежит своей системе. Выделяют четыре основные системы, на основе которых строятся все остальные виды Таро. Таро Райдера Уэйта Уайта. Таро Папюса. Таро Кроули. Таро Тота. Марсельская Таро. Основные отличия в нумерации арканов – наличие дополнительных символов, таких как буквы Кабалы, и в книгах толкований, где значения карт могут отличаться. Озвучено Яндекс Спичкит. Если есть возможность, первой лучше посмотреть колоду Уэйта или колоду Папюса, почти полностью повторяющую символику Уэйта за счет принадлежности к одной школе. С помощью них можно почувствовать, что вообще значит работать с Таро, и примерно понять, какую колоду хотелось бы иметь, как она должна быть прорисована. Многие прекращают поиски именно на колоде Уэйта, поскольку она наиболее универсальна, ей можно задавать любой вопрос, и нет такой темы, на которую колода не дала бы как минимум намека. В этом плане Таро Папюса, Таро Кроули и Марсельская Таро настолько же универсальны, хоть и имеют свои нюансы на уровне ощущений. Например, Таро тут и более мужское, более жесткое, а Марсельская Таро может шокировать ограниченностью цветов и схематичностью исполнения. Таро также разделяют на светлое и темное. Озвучено Яндекс Спичкит. Речь не о том, каким целям будет служить колода, а о том, какова энергетика карт. Например, со светлыми Таро, сюда относится неизменный Уэйт, работать будет проще, за счет чего именно они предпочтительны для новичков. У темных, например, Таро Люцифера или Таро Теней, энергетика сильнее, поэтому они будут требовать более внимательного отношения и большей отдачи, поэтому такие колоды советуют использовать. Либо опытным Тарологом, либо практикующим магом с большим запасом сил. Некоторые колоды, например, Египетская Таро, могут быть сложны для новичка из-за не всегда понятных сюжетов египетской мифологии, а колода Таро Универсальный Ключ, напротив, проста и понятна. За счет хорошо проработанных изображений и ясной символики. Некоторые колоды вообще мало напоминают Таро, поскольку изображения их формы являются практически синонимом абстракционизму. Пример тому Таро Бесконечности или недавно появившиеся прозрачные Таро, изображения на которых вообще имеют мало общего с классическими колодами, а толкование происходит благодаря наложению. Карт друг на друга, дающему причудливый смысловой ряд. Впрочем, сколько колод, столько и мнений. Можно выбирать Таро, ориентируясь исключительно на визуальную составляющую, однако тогда карты будут служить скорее декоративной цели, поскольку при отсутствии внутренней связи с колодой. Расклады будут механическими, то есть, процесс идет, а понимания и толкования нет. После покупки колоду нужно проработать. Нелишним будет завести дневник, в котором вы будете фиксировать свои ассоциации, свое ведение карт, записывать результаты первых раскладов и любые детали, позволяющие закрепить свои ассоциации. На каждую карту. Для проработки по очереди берите по одной карте и внимательно рассматривайте ее. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Какие ощущения она вызывает, какой символизм несут ее детали, как вы понимаете ее смысл. Итог записывайте в дневник, а потом сверяйте с книгой толкований. Метод проработки Таро позволит вам понять, насколько вы чувствуете колоду, привыкнуть к ней и запомнить арканы. Если после проработки осталось довольно много карт, которые вы не смогли описать, возможно, это просто не ваша колода и следует искать дальше, больше доверяя своим ощущениям. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.